Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня у меня уборка в ванной комнате. Буду чистить плитку, раковину, ванную. Ванна у меня акриловая. Многие спрашивали, чем и как я ее чищу. Друзья, сегодня в видео все вам покажу. Буду удалять мыльный, звездковый налет, пробью волосяной засор. Поэтому надеюсь, что видео будет для вас мотивационным, полезным. Всем вам желаю приятного просмотра! Сначала почищу раковину. Оно у меня в таком достаточно запущенном состоянии. У нас в городе очень жесткая вода, поэтому звездковые отложения, мыльные отложения, все это сразу же скапливается на раковине, на смесителях. Распределяю средства антиналет по всей поверхности раковины. На мыльницу тоже распределю. Итак, смотрим, через 3 минуты на грязной поверхности все еще держится пена. То есть она максимально контактирует. Затем беру губку и приступаю к чистке. Сантехника у меня достаточно новая, поэтому стараюсь слишком агрессивными средствами ее не чистить. И чищу мыльницу. Сантехника, смотрите, блестит. Мыльница чистая. Здесь никаких известковых отложений. Швы белоснежные. Вот такой вот хороший результат. Дальше буду чистить плитку, смеситель и ванную. Смотрите, сколько много у меня здесь известковых отложений. Швы желтые. На смесителе белый, известковый и мыльный налет. И покажу вам ванную внутри. Начну чистку с этого края. Здесь у меня и плесень, и известковых отложений очень много. Итак, распределяю средства. Через 5 минут губкой все чищу. Смотрите, шов тут же становится белым. Вот такой вот шапкой поднимается известковый налет. И смотрите, как легко чистится. Все. Вот. Дальше наношу, ношу с другой стороны ванны и на смеситель. Через 3 минуты, смотрите, мыльные отложения, известковые отложения, которые были на смеситель, они просто стекли вниз. Вот, смотрите, все быстро очищается. И самое главное, швы. Их нужно полностью отбелить, потому что если запустить, то потом, конечно, швы придется чистить уже агрессивной химией, уже не натуральными кислотами, а выбеливать белизной, доместасом, вот такими вот средствами, которые и запах имеют агрессивный, и работают, конечно, тоже, повреждая поверхности. И вот такой вот хороший результат. Белый блестящий шов. И покажу вам, как чищу участок ванны, где у меня ржавые потеки. Тоже распределяю средства. У меня на распылителе стоит сеточка, поэтому средство взбивается в пену. Во-первых, дольше контактирует, во-вторых, очень экономно расходуется. Итак, прошло где-то примерно 10 минут. Видите, пена уже вся, стекла вниз. Беру губку и приступаю к чистке. В ванной основной засор это волосы. Недавно показывала вам средство от засоров, которое очень хорошо растворяет влажные салфетки. И обещала, что покажу, как это средство хорошо растворяет волосы. Значит, друзья, сейчас взяла вот такой вот ёршик. Он у меня специально для чистки волосяных засоров. Заказывала его на Алиэкспресс. И вот так вот ёршиком покажу вам, сколько волос скапливается в засоре за неделю. Видите? Вот такое вот огромное количество волос. Всё это, конечно, забивает слив. Вода плохо уходит. Волосы сейчас все верну в слив. И выливаю средство от засоров. Значит, здесь у меня осталось где-то примерно 200 мл. Всё, пустой бутылёк. Прошло примерно минут 40, может быть, чуть больше. Значит, опять беру ёршик и проверяю волосы. Вот, небольшое количество волос осталось. Вот прям совсем чуть-чуть. Всё остальное растворилось. Всё. Начну чистить плитку в этом месте. Она расположена рядом с душем. Вот такие вот жёлтые швы. Распределяю пену. Вот прям сразу же прохожусь. Вот чуть-чуть-чуть-чуть-чуть надавила на губку. И шок хорошо отмывается. Вот он вновь беленький. И плитка, смотрите, как хорошо блестит. То есть средство антиналёт. Оно налёт и известковый, и мыльно удаляет быстро. И сегодня у меня запланировано почистить всю эту стену. Как видите, уже достаточно много известковых отложений. Вот в том месте, где часто и много попадает вода. Значит, самый верх плитки чищу при помощи вот такой вот щётки. Она длинная. И эту щётку я могу достать даже до потолка. То есть можно и потолок почистить, и самый верх стен. Значит, наношу спрей-антиналёт. Можно наносить на щётку. Можно распределять по плитке. Вот такое вот количество грязи, друзья. Хотя, казалось бы, чистая плитка. Тоже, чтобы почистить всё быстро, чищу этим ёршиком, этой щёткой. Не знаю, как правильно называется. Покупала в магазине Магнит. Очень удобная вещь. Большую площадь захватывает и очень хорошо чистит. Итак, друзья, показываю результат работы. Блестящая сантехника. Смотрите, какие белые чистые швы. Сейчас покажу вам смеситель. Чёрный, без налёта. Все швы плитки белые. Все швы чистые. Дальше, друзья, ванна без ржавых потёков. Вообще, всё беленькое, всё блестящее. Приятный запах чистоты, свежести. Абсолютно не пахнет в ванной комнате бытовой химией. Вот такая вот, друзья, у меня сегодня была генеральная уборка. Всё чистое, свежее. Всё блестит. И помыла, как говорится, от пола до потолка. Включая сантехнику, плитку и все швы. Почистила всё одним единственным спреем. Называется он антиналёт. Очень хорошо растворяет мыльный, звездковое отложение. Удаляет ржавчину. И самое главное, средство не агрессивное в составе органические кислоты. То есть, этим спреем можно чистить акриловые ванны. Очень многие подписчики спрашивали, как правильно ухаживать за акриловой ванной, чтобы не повредить покрытие. Этот спрей идеально подходит. Волосяной засор пробивала вот этим вот гелем от засоров. Он у меня уже, к сожалению, закончился. Друзья, буду однозначно ещё заказывать. Заказываю и этот спрей, и этот гель на Азон. Ссылочку оставлю под видео. Кому интересно, кого продукция заинтересовала, проходите, смотрите, знакомьтесь. Также оставлю под видео ссылочку на сайт производителя. Там можно будет тоже сделать заказ, почитать о продукции и поучаствовать в акции чистоты. Друзья, всем вам огромное спасибо за просмотр, лёгкой уборки. Всем пока!